как улучшают качество цилиндрических поверхностей да в этом видео поговорим именно про это я вам скажу что в этом видео я постараюсь описать максимально подробно все процессы которые позволяют только шероховатость цилиндрической поверхности но и ее геометрические параметры друзья чтобы нам не теряться сразу вам скажу что под этим видео есть все необходимые ссылки на мои социальные сети где мы сможем каждым из вас пообщаться ну ладно хватит лирических отступлений поехали первое что необходимо сказать а вернее уже немного ранее я вам сказал что улучшение поверхности это шероховатости геометрические размеры а также технические требования про которые мы тоже не будем забывать поэтому мы будем рассматривать их последовательно для каждой поверхности пожалуй начнем с классики цилиндрические поверхности ну или как их часто называют тела вращения это могут быть как обычные валы так и просто какие-то детали которые имеют округлую форму и обозначение диаметров такие поверхности изготавливают следующим образом сначала идет протачивание черновое чистовое это точение следует потом позволяет получить шероховатость поверхности два с половиной микрометра и в некоторых случаях более точно в зависимости от применяемого оборудования режущего инструмента и обрабатываемые материала сейчас вы со мной поспорите я не сомневаюсь и скажете а вот у меня токарный станок выдает шероховатость 125 к микрометра и точнее и я не буду с вами спорить действительно это вполне реально но по мере посадки ваши пластины будут ухудшаться и ваша шероховатость и вот тут кроется главный подвох вы можете этого просто не заметить и наделать брак поэтому ориентируемся на шероховатость поверхности два с половиной микрометра точность чистовой токарной обработки может достигаться за счет жесткости вашего оборудования и повторяемости ходу всех узлов вашего станка максимально хороший результат это 002-005 миллиметров поэтому при разработке технологического процесса необходимо ориентироваться именно на петель значение параметра когда вы определились размерами и шероховатостью поверхности самое время подумать про технические требования это могут быть различные биения соосности допуски перпендикулярности поверхностей и так далее эти все параметры выдерживаются за счет точности технологического оборудования а также правильного базирования детали и выстраивания технологических переходов в операциях тех процесс к примеру для сохранения точного взаимного расположения поверхностей их необходимо изготавливать за одну установку ну или как минимум соблюдением принципа сохранения баз о котором кстати мы поговорим в одном из следующих видео поэтому подпишись и поставь лайк далее цилиндрические поверхности проходят более точную обработку которой можно отнести тонкое и твердое точение раскатка шлифование и полирование давайте поговорим об этих методах подробнее твердое точение характеризуется обработкой цилиндрические поверхности после проведения химико-термической обработки и твердости поверхности 59 и более единиц о роквейлу тонкое точение проводят на весьма жестком оборудовании с применением специального режущего инструмента тоже касается шлифования она может не только улучшить шероховатость но и получить отличные показатели по геометрическим параметрам и техническим требованиям соответственно таким как допуск цилиндричности соосности круглости и так далее при шлифовании применяют шлифовальные круги с различными размером зерна связки различные по конструкцию слову сказать что чем меньше зерно круга тем точнее будет ваша шероховатость но при этом меньше скорость шлифования при полировке вы сможете достичь максимально хорошей шероховатости это как 016 но в основном это 032 микрометра и самый спорный и редко применяемый способ чистовой или финишной обработки цилиндрических поверхностей это раскатка из названия понятно что вы при выполнении этой операции что-то катается именно так есть специальный инструмент который называют раскатная головка или блок что также называется просто как и название самой операции бывает в простонародье просто раскатка он имеет ролики или шарики которые проводят подводят к детали и под определенным усилием деформирует поверхностный слой таковой за счет чего получается отличная шероховатость как при полировке или шлифования а также поверхностные слой детали уплотняется что позитивно влияет на эксплуатационные свойства если подвести итоги то все предельно просто черновые и полу чистовые операции механической обработки дают вам точность поверхности от двух сотых до пяти сотых миллиметра и шероховатость два с половиной тире шесть и три микрометра который вам будет необходимо если того требует конструкторская документация улучшить с помощью чистовых операций полученный результат будет с точностью от 001 до 003 миллиметра и шероховатостью 0 32-125 в следующем видео мы поговорим про улучшение точности зубчатых венцов шестерен различные конструкции поэтому не пропадай надолго и следи за каналом нажав на кнопку подписаться на этом все друзья до новых встреч пока пока